Всем привет, друзья! С вами Сейн Сэм, и сегодня нас ждет начало приключения под названием Абзу. Это игра от создателей Джорни, и это уже многое можно вам сказать о том, что нас ждет впереди. Невероятные красоты картинки, захватывающая и вдохновляющая музыка, и полный релакс. Поехали! Говорить во время прохождения я буду немного, еще меньше буду пищать, орать, ну и всех эмоций, которые обычно появляются у меня во время игры в шутеры, здесь не будет. Это игра релакс, это игра отдых, это игра наслаждение для глаз. И именно поэтому я советую всем, кому позволяет интернет, прямо сейчас включить качество картинки 1440p. Играем мы в формате 21 на 9, потому что эта игра гораздо ближе к кино, чем многие другие. Вау! Сейчас нас куда-то очень глубоко опускает на дно океана, очень-очень глубоко. И, друзья, это, казалось бы... Так, привычная картинка, но вот когда сидишь перед монитором, надеюсь, что YouTube сильно качество не порежет, и это выглядит просто... Ого! А это еще что такое? Так, что это такое, мы пока не узнаем. А вот и наш персонаж. Бахтит себе где-то на поверхности. Привет. Ха! Конечно, он не такой милашный, как... Наш персонаж из Джорни, но... Вау! Графика такая очень своеобразная, минимализм во всем, но приятно так как. Такие приятные цвета. И так... Нырнули, и можем спокойненько себе куда-то плыть. Боже, какая же замечательная здесь спокойная музыка. А мы можем сделать... Хей, мы можем делать вот так. Как классно сделали анимацию персонажа, спокойненько так. Так, отлично, следует любому нашему движению. Это удовольствие. По-моему, друзья, у нас... Нет, все, я думаю, инвестируя не включено. Нет, не включено, все в порядке с этим делом. Чтобы ускорить, нажмите А. Ускоряемся. Рыбки? Привет, рыбки. Хей, они совсем ее не боятся. Круто. А вот там какая-то... Гигантская рыбина. Татьяна, мне не попалась, пожалуйста. Привет, гигантская рыбина. О! То есть нам круто. Она сама... Я ничего не делаю, друзья, она сама нас ведет. В очень красивые заросли. Какая красота. Играю я с джойстиком, для бы картинка для вас была плавной и не дерганной, и вы могли спокойненько насладиться всем происходящим на экране. Давайте я секундочку замрем, посмотрим, что здесь есть. Я вижу... Светящиеся какие-то камушки. Кораллы, что это здесь у нас такое? Можно с ним что-нибудь сделать или нет? О! И что там случается? Прикольно. И что нам это дало? Ну, пока, конечно же, непонятно, что здесь происходит и чего мы здесь делаем, но это нам не мешает наслаждаться уже игрой. А можно тут спокойненько кого-нибудь еще прихватить и... Вот, куда ты нас заведешь, интересно, рыбина? О, как! Она столько что заточила, по-моему, рыбку, которую мы... А, нет, она просто точит рыбку. Даже не знаю. Ладно, спасибо тебе. Большая черепаха. Так, там еще есть. Рыбки, кстати, появляются из воздуха. И только что, друзья, мы видели, как одна рыбка, по-моему, появилась вообще просто из ниоткуда. А может быть, просто показалась. Черепашки! Здорово. Опять-таки, понятно, зачем, но они есть. Это прикольно. Тут мне интересует там цветочек. Видите, он такой светящийся прямо. Интересно, можно ли с ним что-то сделать? Стоит так на... А, это не цветок. Это будет... Маленький... Бот. Ну что, ты за нами теперь, дружок? Все это, друзья, показывали в трейлере, поэтому никаких сюрпризов сейчас здесь нет. Он просто очень приятно будет плавать за нами. Наверное. Я не знаю, зачем мы здесь нужны. Все? А, нет, не все. Все, я думал, передумал за нами плавать. Вон еще один мы видим, друзья. Так, давайте-ка опять... Здесь немножечко фауну взовьем, потому что сейчас мы здесь... Так, и здесь... Леопардовая акула с... В правом нижнем углу появляются текстики о том, кого мы здесь находим. Знать бы еще, что дают нам эти боты, которых мы выкапываем. Давайте-ка поплавом поищем. Там, может быть... Да, вижу. Как раз светку добьет. Там можно найти себе какую-то радость. Да-да, я вижу, что он помогал нам. Подъем. Теперь их двое. Им будет веселее. Поплэйли. Круто. Так, ну здесь мы, может быть, все исследовали. Можно плыть дальше. Там еще один был бот. Джорни, друзья, одна из моих любимейших игр. Такая маленькая полуторачасовая игра, которая проходится за один присест, но тем не менее доставляет невероятные эмоции. Я в ней именно испытал чувство приключений, которое я давным-давно ждал от игр. Потому что там тебе вообще... О, ничего не объясняют. Ты просто должен что-то делать сам. Что это такое? Понятно, что ты дракушка какая. Что она нам дает, интересно? Ясно. Она закрутилась и пропала у нас над головой. Ну что ж, хорошо. Поплыли быстрее немножко. А мы можем прожимать кнопочку А. И она ускоряет на какое-то время. Потому что мы делаем грибок. Хорошо. Нашли еще одного бота. Наверное, третьего-последнего здесь. Просто больше ничего нет. И еще в Джорни я испытал чувство страха. В одном из моментов я увидел, как какой-то игрок тоже бежит себе спокойненько по локации. И бежит буквально на каких-то метров 20 впереди. И тут резко, а мы бежали по такому темному замку, его съел гигантский червь. Ну, кто проходил, тот знает. Воздушный. И я просто охренел. И вот я ждал пока... Так, а что мы должны сделать? Мы должны отправить сюда одного из... Так. Ага. Интересно. И получается, мы сейчас два себе нашли. И один из них растворился, чтобы открыть нам проход? Или как? Акула! Друзья, это акула! А что с ней прикажете делать? Аккуратно нужно быть, наверное. Я даже не знаю, может ли у нас здесь есть кто-нибудь или нет. Ну, поплыли, конечно, будем... Аккуратно, но черт его знает. Давайте, вперед. О, еще одна ракушка. Может, это какой-то аналог хп, я не знаю. Нет, смотрите, бот у нас все три штучки есть. То есть, по сути, просто один хотя бы нужен, наверное, чтобы войти. Может быть, они наши... Аналог нашего хп, я не знаю. Скоро обо всем разберемся здесь. А что там у нас вверх убить? Ничего нету такого? Интересно. Просто все заросло. Заросло. Мы могли бы вдохнуть в воздух, но нам, кстати, по всему и не требуется у нас с этим в порядке. Хорошо, плывем дальше. Который плываем. Музычкиншка поменялась. Вау! Ну, как скажете. Туда, значит, туда. Поплывем. Она прям просится, чтобы мы ее заплыли. Тесно. Вот и со мной попробуют? Да. Друзья, мы видим штуку, которая... Это то, что я хотел видеть. Или чем купол игру? Этот момент нам показали в трейлере. Обалдеть же, как красиво, друзья. Вы только посмотрите на все это окружение. Вау. Графика минималистична. Ничего вообще здесь такого нет. Но в целом атмосферность очень здоровская. Так, а что у нас сверху-то? Просто классные купола будут. Две наших найденных ракушки, кстати, наверное. Можем мы к ним заплыть? Это просто ракушки. И управлять ими тоже нельзя. Ну что ж, ладно. Дорожка нас пригласила в ту светящуюся башню. Даже по-другому не скажешь. Кстати, здесь вроде как воды нету. Мы плывем по воздуху, по сути. Ну да ладно. Это нас не смущает. Здесь так можно. И мы заплываем сюда. Что это сюда есть, я не знаю, друзья. Сейчас узнаем, я думаю. Я отдал кусочек себя, простите. Ладно, чтобы башня сошлась, чтобы появились светящиеся скаты. Окей. Ясно. И то место, где мы заплыли в эту башню, заполняется светом. светом, по-другому я не скажу. Вау. Сколько рыбешек здесь оказалось? Ох ты. То есть, после того, как мы зажигаем локацию жизнью, по сути, здесь появляется и живность всякая, и растение. Ясно. Хорошо. Хей. Это нас сопровождают рыбки. Так, здесь есть какая-то картинка. Нужно посмотреть, чтобы попытаться понять, что происходит. Так. Куча таких людишек, как я. Только не калористов, вроде бы. Что-то на себе несут. Ну, какие-то дары, насколько я понимаю. Куда несут, тоже непонятненько. О. А здесь у нас... Господи, ну тут пистограмм не разберется. Кстати, смотрите, наши ракушки, наверное, которые мы нашли. Интересно, их можно найти больше. Здесь куча этих... Окошек, куда их можно поставить. Ну ладно. Ну ладно. Поплыли дальше. Фонарики здорово сделаны у нас. Налобные. Мои дроны светят, здорово. Так. Темненькая пищера весьма. Выплываем, друзья, куда-то. Ух ты. А это внезапно весь... Ой! Твою! Дрона съели только что. Ах ты ж, ё-моё. А как от неё спрятаться, от этой акулы? Вот эта вот технологичная штука, я... Чуть не так себе представлял, то, что здесь будет дальше. Ну да ладно. Хорошо, у нас спускают. У нас спускают вперёд. А дроны куда пошли? Так, дроны пошли... На отдых явно. Они наши... Нас как бы сопровождали до этой штуки, а теперь ушли. В эту самую базу, куда мы попали. Интересно, друзья. Что это вообще за строение такое? То есть, по сути, просто проход между уровнями. У нас такая вот вариация прогрузки. Есть, мы будем искать уже... Так, там течение какое-то мощное очень. Как с ним бороться-то хотя бы. Или не нужно бороться, нужно просто вливаться. Вау, друзья, это... То есть, можно здесь, по сути, и... А, здесь у нас нет выбора, у нас просто плывёт оно. Оно тут плывёт нас принудительно. Вау, наслаждайтесь картинкой, друзья. Для вас она в идеальном качестве будет записана. Офигеть, как здорово. Ага, то есть, нужно идти к разных рыбок... Да, где не дотрагиваешься? Ясно. Вот ещё одни. Так. И что случается? Так, они как-то плыли у нас. Дельфины маленькие. Это ещё пучка. И вот ещё. Зачем, правда, непонятно. Да и ладно. Глаза наслаждаются просто картинкой такой. Офигеть. Сколько тут рыбёшек всяких, друзья. Офигеть. Они... Они не плывут ни за мной, они просто плывут и нас выносят в этот в круговорот рыбы. Медузы. Акула, акула, акула. Ладно, я думал... Внезапно рыба плывет против течения. Чего страшного бывает. О, всё, нас вынесло на следующую локацию. Ой, даже страна немножечко красноватая. С кучей разной цветастой. Дельфин пропул только что. так за это я вам только что устроил обзор на такую экскурсию телекамеру посмотрели теперь нужно найти наверное нам дорогу куда нам что собственно плыть нужно так я вижу там на скале что-то на бота просто не очень похожи вот еще так сначала подбираем это а это ракушка хорошо это ракушка внизу нас ждут новые существа новые рыбки или там не обязательно рыбки может какие-нибудь еще и чипашки игла брюх друзья нас здесь ждет а рыбки которые надуваются хорошо внимательно осматриваем поверхность дна чтобы не пропустить ничего так с дельфинами можно плавать внезапно мобильный дельфин хорошо пускай пронесут на здесь куда надо ого а вот это что такое можно с этой штыкой поплавать так неприятность нам пока не нужно глотного воздуха рыба наполеон друзья вот что это такое забавно выглядит конечно ой она еще и мелкую рыбку кушает так ну спасибо покатала мне хватит давайте посмотрим что здесь еще есть так там мы нашли здесь ящичь эта ракушка была вот еще коралловый нарост калифорнийская морская свинья похоже на май а похоже на дельфинчиков было ну да ладно так друзья но я здесь наверное все только будем посмотрим какая-то статуя похоже на сидящую собака акулу можно ли с ней что-то сделать и там какие-то угри у нас из земли торчат о то есть ее можно следовать бэк батон ту медитейт ясно а то есть это просто нам для того чтобы мы сесть и покрутить камеру или для чего окей у нас есть возможно так вот крутится классненько то но ладно я не знаю зачем нам это место нужно просто мы сюда сели посмотрели прикольно и поплывем дальше там еще были пещерки когда с дельфины катали я видел пещеру то есть из нее мы уплыли а где-то там должна была кажется быть еще одна пепона именно пещера нам то наверное нужно заплыть потому что вынесла нас кстати знаю возможности воды вынесла а агась да да нас все друзья выносит и кстати нам путь нам в общем то не показывается там течение мощное здесь еще вторая пещера впереди отправимся серии друзья это будет очень даже длинная потому что но эта игра не утомляет в нее хочется залипать и джорни я прошел за один присест с наиграбнейшим удовольствием не знаю вряд ли можно будет сделать здесь такой же хотя если разработчики так постарались то теперь вложится по 2 часа чтобы отдать нам всего чего мы захочем от игры и увеличить тем самым реиграбельность потому что по второму кругу и третьему и четвертому проходить если она не очень длинная будет это помогает червяки прикольные земли но пока пока я не вижу в этой игре цели это не то чтобы а так стоп я кажется знаю что нам нужно сделать вообще должны себе этим ботом открыть себе проход там где мы только что видели течение такое мощное было вот его мы и должны открыть вот здесь оп да так и есть друзья вперед в течение вот это рассыпки смешаны с синими еще красные синими такие яркие а а ну хорошо пусть незаметно достаточно ай-яй-яй пропустил ракушку пропустил ракушку друзья ну да ладно не знаю зачем мне пока нужны но но если отталкиваться аналогии джорни то там мы смогли дальше летать становись просто банально как бы сильнее чем больше мы ели специальных кусочков таких вау красота какая это касатки друзья это вам не хо-хо-хо ай-яй-яй ай-яй-яй ай-яй 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 нет я пропустил тысячи рыбок если не ошибаюсь или терпеть не ловится ай-яй не ловится ладно хе-хе-хе опа мы на снова наткнулись на безжизненное место то есть сейчас нужно опять его будет оживить нужно делать это все аккуратно потому что мало ли как у тебя акула будет защищать его мощновато конечно здесь очень даже ну надеюсь что кстати наш бот с нами не пошел то есть через пошел все ладно догнал догнал спускаемся в водоворот и нас ждет снова офигительно психоделическая но классная картинка интересно что в этот раз будет а то же самое это немножечко внезапно ну ладно я думал картинка должна будет поменяться в зависимости от того там на каком уровне мы находимся ну да ничего ничего пока не будем загадывать что будет впереди опять сдаем чистичку себя и и привносим жизнь в очередное место в этот раз большими косатками здорово все снова заливается светом мы открываем себе попроход к следующему уровню но при этом следует поплавать здесь во первых потому что очень красиво черт побери а в трек поискать какие-нибудь эм ракушки например я не знаю так ой какая блин красота все так в глазах рябит потому что здесь очень ярко на этом уровне черепаха можно поплавать черепаха я уверен давайте попробуем поплавать черепаха люди да зеленая морская черепаха и знать бы еще зачем разработчики привинтили вот эту штуку с возможностью поплавать с животными пока она просто как увеселительный этот элемент больше не за чем дает вроде бы как конечно же там еще есть косатка с косаткой тоже было бы неплохо наверное проплыть может быть достижалка какая-то с этим связана вон там они есть заодно узнать косатка или это на самом деле может я ошибаюсь давайте попробуем а эти ребятки у нас были уже с этим нельзя поплавать ладно еще одна собака акула давайте к ней подплывем посмотрим можно ли помедитировать бэк-баттон тумидейт опять почему-то это не перевели что как ни странно ну да мы можем сейчас очень прикольно так так а стоп это у нас а можно мы как-то именно помедитировать чтобы так нет все доступные кнопки я только что нельзя прожал ничего особенного для нас здесь не нашлось так где если вдруг кому-то покажется что мой голос это очень тихо звучит на фоне музыки я сделал это осознанно потому что меня слушать здесь не главное а как тут поплавать вместе ребятки стойте стойте о да можно косатка да друзья это косатка они еще так классно пищат давайте сплавим повыше посмотрим если здесь что-нибудь на этих уступчиках на кораллах высоких таких если нет то можно плыть будет сейчас уже в проход Вот, он под нами прямо. Сейчас вот здесь сделаем небольшой кружочек. Посмотрим, что там есть у нас. Так, акула видна. Ракушек я не вижу отсюда, по крайней мере. Надеюсь, что не пропускаю. Вроде бы нету. Ну что ж, значит, спускаемся. Хм, как он классно здесь плавает. А по видео я, на самом деле, когда смотрел превьюшки, я подумал, что это будет не очень комфортно постоянно плавать. Давайте видеть так. Какую-то акулу сотворили из света здесь, ребята, у нас. Мы видим, что куча сидит и появляется какой-то свет, который создает светящуюся акулу. Но что это нам дает, я не знаю. Так, вот здесь. Ага, смотрите, сколько у нас уровней будет. У нас будет раз, два, три, четыре, пять, шесть уровней, если я не ошибаюсь. Мы нашли в первом две ракушки. И здесь одну ракушку. Понятно. То есть нам нужно находить ракушки. В каждом узоре не по три штуки будет. И в конце какая-то еще одна. Ну что ж, друзья. Пока первое прохождение мое определенное. Я не хочу всаживать на поиск этих ракушек. Хочется атмосферненько пройти. А это выглядит очень забавно. Этот косяк рыб. Тесно, что в нем. Они, наверное, себе там планктон потихонечку точат, я так понимаю, да? Вау, какие кадры. Слушайте, как интересно это выглядит, когда ты вживую это все смотришь и сам управляешь. Офигеть, друзья. Надеюсь, вы ощущаете то же самое. Поплавать в косяке рыб прям вживую вот так вот. Ну как вживую, конечно же, в виртуальной реальности. Так. Внизу там у нас ничего нету. Да, там кажется пустота. Ну что ж, ладно. Косяк и косяк. Я думаю, что... А тут есть такие прикольные рыбьи мечи. Можно ли на них... Ох ты, акула. Совсем акула. Можно ли к ней прицепиться будет или нет? Или это не акула? Это акула бы-то прилипала, наверное, какая-нибудь. Иди ко мне. Да, можно. И это у нас кто? Океаническая белоперая акула. Кит. Киты, друзья. Я хочу в ней спуститься. Как же глубоко они плавают. Вау. Здесь стало тихо так. Догнать его. Тяжело догнать просто, наверное. И слышите, как киты... ...разговаривают между собой. Да. Давайте поплывем с ним кружочек. Горбатый кит. Это... ...по-моему, как раз таки... ...самый... ...вот я не помню, какой из них самый большой. Но это явно не махонький. Товарищ у нас... Вау. Такой прикольный квадратный. Будет проплыть потом. О! Ну да, мы видим там... ...проход на следующий уровень. Ну что ж, здорово поплавали. Я думаю, хватит. Здесь оно ничего не дает. Просто себе нашли ачивку... ...гробатого кита. Ну, ниже, наверное, спускаться уже смысла нет. Я не уверен, что есть такая возможность. И... ...найти там тоже, наверное... Так, вот есть собака для медитации. Давайте ее тоже активируем. Надо обратить внимание, не растут ли у меня случайно ласты... ...последок, как я ем ракушки... ...или общаюсь с животными. Потому что вполне может быть, что так и есть. Так. Ну, Джонни... ...рос... ...плащ. Здесь как-то можно... ...могу классно отмерять. И увеличивать, например, скорость нашего плавания. Так. Давайте опять какие-то технологические классные штуки... ...в виде ворот. Опять нашего дрона заберут. Ну, да и ладно, наверное. Биг-биг. Что ж, мы проходим дальше. А там что-то очень желтое такое, прям оранжевое. Так, друзья. Ух ты. Какая у нас интересная сейчас местность. Так, а, стоп, а куда цепь ведет? Ну, ладно. Цепь куда-то ведет. Надо проплыть по ней будет сейчас. И это здорово. О! Классная рыбеха. Что это такое вообще? Лун... Луна-рыба. Я не знал, что прям вот такое вживую есть. Это выглядит очень необычно. Кстати, сейчас это место очень похоже на место из Джорни. Вот прям, ну, очень-очень похоже на место из Джорни. Стивилизацией, этими штуками. Так, какая-то... Ну, ладно. Крокодилии... А, это нет, это Мурена. Это глава Мурены. Кстати, мы зачем это можем звать к себе рыбку? Может быть, там, там, интересно, настоящая акула или нет? Это такая же, по-моему. Так, я вижу... Цепь, которая проходит сквозь несколько этих отверстий. И здесь, по-моему, можно цепь крутануть, что ли? Или как-то так? Типа, может, что-нибудь сделать. Так. И что мы сделали такого? Мы заставили в воде литься более голубую воду, такой синюю из рта, там, Мурены, по-моему. Ну что ж, нам нужно еще одну цепь найти. Поражается, конечно. Так. Она ведет нас... ...вот туда. То есть нам нужно сначала еще будет сейчас дрон одного. Потому что проходит к цепи закрыт. Видите? Она ходит вот сюда, вон. Светящуюся эту штуку. Ну что ж, спускаемся. Вот я вижу нашего дрона. Окей. Вот так на весь очевидном месте лежит. Это хорошо. И еще там осьминог. Этот, есть осьминог, который... И внизу какой-то краб пополз. А, это не краб. Это... Этот... Омар, наверное. Смотрите. Да, реально ползает. Ну, с ним ничего не сделать. А вот здесь... Можно посмотреть на мою живность открыть. И вон еще один осьминог, кстати, есть. Он только что спрятался в банку. Это так классно. Морской... Морской орел. Я бы назвал просто скатом. Ну, видимо, так и называется. Так, аккуратненько. Если вот, пусть он спрячется или нет. То есть, если без риски в движении, то эта штука... Ага, все-таки спряталась. Ладно. Там мы видим какую-то ракушку. Галко с ним ничего не сделать. Ну что ж, поплыли, друзья. Проплывем здесь по дну полностью. Я поищу ракушки. Они должны здесь быть, я думаю. Совсем не обязательно, что они в очевидных местах будут спрятаны. То есть, надо, возможно, поискать. Так. Ну что ж. Сплывать надо. Сюда. Я согласен, поплыли. Там разные-разные животные. Видите, статуи сделаны. А мы заплываем тем временем. Вот открыл нам проход. А, здорово. И здесь сразу прям цепь. Можем открыть. Только здесь темненько так. Окей. Здорово. Все, мы открыли себе, судя по всему, проходит. Хорошо. Ну, как бы и... В Джорни нужно было подумать по местам немножко побольше, чем здесь. Здесь как-то уж совсем. Простые квесты. Ну да ладно. Это не про квесты игра, насколько я понимаю. Здесь ничего нету больше, да? Ну ладно. Глаза до сих пор радуются тому, что происходит на экране. Просто обалдеть. Так, там мы открывали одну цепь. Хорошо. Кстати, а цепь все еще как бы крутится. То есть она что-то вроде бы бесконечное. Так, ну мы здесь поплавали на... Ух ты, ламантины. Конечно, я хочу поплавать на ламантины. Дайте мне поплавать на ламантины. Ламантин. Милаха. Такой медленный. Морская корова, блин. Так, а вон еще живность одну можно активировать. Что тоже здорово. Я считаю, что где-то здесь и ракушки должны быть. На каждом уровне они здесь есть. И здесь такая большая локация, что они должны здесь быть. Но... Отлично. Еще одну... Еще один типа кулу нашли. Какая забавная штука. Зебровая акула. Интересно, она будет охотиться на кого-нибудь или нет? Кстати, а там у этого монумента я не был. Может быть там что-то спрятано. Ха. Смотрите. Во-первых, здесь есть акулка для того... Собака акула для того, чтобы она не помедитировать. Окей. Это так. И главное, что вниз идет какая-то цепь. А что там для нас будет внизу-то? Опа, друзья. Давайте спустимся туда. Это здорово, что мы не пропустили такое место. Вперед. Ага. Там и есть ракушка. Вот где она была спрятана. Хитро. Так. Я не сказал бы, чтобы ласты увеличились. Ну все. Я думаю, здесь больше одной не будет на этом маленьком уровне. Хотя... Ну как маленьком уровне. Уровень-то такой же маленький. Но... Больше воде как нигде и нету. Это место очень красивое, кстати. Ну все. На этом я предлагаю... Плыть в проход. Заплыли. Видим... Нечеринный рост кораллов. Маленький колодец жизни. Крылатка. Какие красивые рыбки, друзья. Я думаю, эта игра просто придет втечайшей. Просто невероятная настройка всех, кто любит рыбок. У кого есть аквариум, кто в них разбирается. То есть и мне она нравится. Просто визуальная составляющая. Но для тех, кто любит просто рыб. Вот о них тащится. Это будет подарок подарков. Подарите человеку игру. Она стоит 10 баксов. И вы сделаете его счастливым. Там несколько вечеров. Пока он тут будет плавать. И он явно будет проходить ее дольше, чем мы с вами. Ну, то есть люди, которые просто проходят ее ради сюжета, что ли, и прочего. А он будет залипать на рыбах. Благо, есть где залипать. Так, давайте-ка туда сплаваем. Я не знаю, можно ли туда заплыть. Но судя по всему, как-то попробовать можно. Если там тупик, а не было. А там тупик, да? Да, там с тупик, тупик. Ну ладно. Что ж, окей. Можем спускаться теперь. Кого-нибудь мы один открыли. Здесь больше вроде бы ничего нет. Опа, начинается темнота, друзья. Начинается темнота. Ну хорошо. Ну хотя здесь жизнь вроде бы и есть. Много всяких светящихся медузок и прочего. Акула, большая акула. Как с ней быть с акулой? А можно мне, пожалуйста, вот аккуратненько здесь поплавать, чтобы на нее не вылазить? Там что-то грохнуло только что. Я не знаю, я боюсь на нее вылазить, на самом деле. Вдруг она меня заточит. Нет, она уплыла куда-то? А. Ну ладно, у меня было желание с ней поплавать, но... О'кей. А здесь нельзя помедитировать, это не ясно, ладно. Поплываем. А-а-а, смотрите, мы сейчас можем плыть, и наши ласты, они уменьшаются, потом пропадают, когда мы нажимаем ускорение. Вот, хоп, и мы можем плыть, а ласты у нас сейчас меньше, меньше и меньше. То есть, я думаю, как-то это влияет на то, что мы подбираем на таракушки, на нашу возможность плыть. А может быть и нет, узнаем. Узнаем ближе к концу игры. Сравним. Так, ну все, здесь у нас опять спуск в психоделик, я могу его так уж называть. Хорошо. Здесь опять такой же будет, только для нас мы кого-то другого выпустим, наверное. Угу. Что ж там в воде-то такой красницы, интересно. Так, ну я не помню, чтобы мы плыли, плыли особенно меньше, по-моему, когда мы ускорение пожимали, мы примерно столько и плыли. Ну ладно. Так, еще часть себя отдаем. Надеюсь, в конце мы совсем себя не это, не иссушим. Вау. Большие. Не знаю, кто это. Акула-кит. Вообще на акулу похоже больше, конечно. И снова вдохнули в эту пещеру жизнь. Все прямо искрится. Сейчас мы подпадем к ним, друзья, и узнаем, кто это такие, что это за рыбы вообще. Вот одна из них здесь. Это китовая акула. То есть, почему она похожа на кита еще одновременно при этом. Окей. Мне кажется, она кого-то пыталась заточить только что. Хе. Давайте посмотрим, что она пытается си... А, она ест, видимо, не рыбу, а тоже крильи, что она там может точить здесь. Мелкие какие-то элементы явно. Или просто так сделали разработчики. Так, ну что ж, давайте поищем, поплаваем здесь что-нибудь, потому что что-нибудь здесь, как раз таки, может быть. Так. Рыбомолот, наверное. Похоже на молот просто. Так, еще там штука для медитации. Есть такое дело. Рыба-Луна. Так, Рыба-Луна. Красота. Просто красота. Как кто-то написал в отзывах, это генератор скриншотов, друзья. Ну, естественно, можно делать много всяких красивостей при желании. Особенно с точки медитации. Кстати, граммешка убаюкивает. Я сейчас чуть-чуть зеваю, потому что она такая расслабляющая, здесь настолько нету никакого-то челленджа, что просто сидишь и зеваешь. Это не значит, что она там скучная и так далее, просто расслабляет после всех этих хардкорностей, которые... А то там мы вряд ли, наверное, сможем, да? Да, то мы и сможем. Ну что ж, значит, плывем в точку, куда нам нужно. То есть на выход. Я не знаю, куда вообще можно плыть. Здесь вроде бы нету никаких ракушек, ничего. Если есть, то они спятаны и... не находятся. Так, включите фонарики. Налобные. А что здесь у нас за рисунки? Ничего такого здесь бы не было, да? Нет, совершенно ничего. Иголовно на стене, это не то. Так, здесь у нас еще одна ракушка. И впереди осталось еще три этапа. Да, мы пропускаем очень знатно этих секретов, но... Как я уже говорил, в первом прохождении вот только так. А то это затеется на очень-очень-очень много часов, и оно будет не так интересно. Не так атмосферно. Итак, друзья, что это значит? То есть, какая-то эти ребятки несут с собой энергию, которая в одной из предыдущих этих картинок сделала акулу. А большой товарищ у нас выливает эту самую энергию из кувшина. Куда-то из нее выплывают рыбки. Давайте посмотрим, что там у нас. Так, свет, который мы видим в темноте. Вот этот вот свет, он дает энергию, из которой мы зачерпываем жизнь. Вот это вот, видите, ребята берут энергию, которая издает этот красный свет, учерпают ее в кувшины, набирают ее в шарики и несут вот сюда. То есть, соответственно, потом из нее в других местах создают тоже жизнь. И из этой самой воды вырастает то, что мы сейчас делаем, красный тип. То есть, не знаю, кораллы, наверное, там большие красные, и возрождается полностью жизнь. Окей. Как-то так. Это все достаточно очевидно нарисовано. В смысле здесь не понять. Так, здесь у нас что? Вот этот самый технологический треугольник уже есть. Окей. Что это для нас значит, друзья? Он как будто вклинивается в растение, если мы можем посмотреть. Видите, растение согнутое по отношению к нему. Он как будто вклинился между вот этим товарищем с энергией и мной, по сути. Кстати, это я. Вот это уже чисто я. Если предыдущие ребятки это не я, то вот это я. Заметно. И этими самыми обычными людьми. Он... Так, хорошо. Здесь еще несколько треугольников. Они как будто врезались в... В энергии. Почему их много? Они соединены чем-то. И здесь есть товарищи. Это опять-таки я. Потому что с энергией стою выше на них. Почему на них я стою? Что здесь у нас? И, соответственно, как мы видим, здесь коралл, который был красненький, уже завявший такой белый и разрушенный. То есть вот эти вот треугольники, они как бы плохие, потому что растения вокруг них белые, не желтенькие, как вот здесь тоже есть, собственно, белые. Да, они погибают. Ха. Секундочку, друзья, я сейчас гляну. Все правильно я понял еще. Все такое цвета. Может быть... Ну да, здесь все желтое, такое красочное и так далее. А там, когда прилетели треугольники, они сделали все мертвым вокруг себя. Как-то так. Или просто это ничего не значит, и я зря заморачиваюсь. Но мне приятно заморачиваться в этом... В Джорни тоже было интересно смотреть все картинки на стенах и так далее. Здесь у нас тоже ничего нету. Ух ты, какая классная там рыба пропала с встречимся глазом только что. Интересно, она не опасная? Это очень жуткая рыба. И это у нас... Латимерия, друзья. Я не знаю, что это, но выглядит она очень-очень жутковато, особенно в темноте. Ух ты, как крипово. И так, давайте включать еще один колодец, чтобы почитать историю здесь. Здесь есть акула для медитации. И так. Та самая энергетическая акула, которую создавали. Интересно, почему-то черная изображена. Не знаю, почему. Пошарпаны, пицарапаны, видимо, старые какие-то эти штуки. И здесь тоже самое. Посмотрите, повторяет этот рисунок. Ну, и что? Так, а сверху ракушка есть, которая... Которая что обозначает вот эта вот физическая часть, эта духовная? Не знаю. Давайте-ка медитнем немножечко. Окей. Зачем тут медитативный этот кусок есть, я вообще не понимаю. Ну что ж, проплываем, друзья. Так, на полу этот вот самый дающий жизнь свет. И здесь проход за... О, смотрите. Разрушенный маленький треугольник. Маленькая версия треугольника. Кем-то разрушена. А он и большая. Окей. И здесь самое интересное, в этой физической воде, как вообще ничего нету. Просто треугольник, он, по сути, разделил наши эти биомы. И теперь не пропускает жизни с части в часть. Но это очень странно. Откуда они здесь взялись вопрос? Может быть, мы их создали, или я к этому причастен? Хотя очень же они по-другому выглядят с точки зрения технологии. Ну ладно. Все, друзья, выплываем. И смотрим, куда нас сейчас унесет. По сути, если здесь всего есть шесть частей, то мы прошли половину игры. И на этом сейчас серию закончим, дабы вы поскорее ее видели. Так как если я... Ух ты, какая здесь маркотень. Так как если я буду снимать всю серию целиком, вы увидите ее очень нескоро. Ютуб будет обрабатывать все очень-очень долго. Поэтому первую часть мы заканчиваем. Я надеюсь, что она вам понравилась. Если да, друзья, ставьте лайки. Я буду знать, что вы хотите продолжения. Что мне нужно пройти и снять обязательно, а не просто для себя. Потому что я в любом случае эту игру закончу. Она мне очень-очень понравилась. Ну, Джорни мне понравилась больше. Со старта. То есть я превключил и влюбился. А я здесь пока. Много непонятных моментов. Ну и персонаж, конечно же, не такой няшный, как в Джорни. Ну а на этом все, друзья. Жду ваших комментариев. Еще услышимся. Пока.